В Красногленском районе Самары сотрудники госавтоинспекции совместно с отделом технического надзора провели профилактический рейд автобус. Инспекторы проверяли эксплуатацию автобусов, наличие путевых листов, исправность тахографов, отметки в документах водителей о прохождении медицинского осмотра, также разрешение и лицензии на пассажирские перевозки. В итоге сотрудники ГИБДД выявили 10 нарушений ПДД водителями автобусов. За 12 месяцев 2022 года на территории городского округа Самары по вине водителя автобуса совершено 29 дорожно-странственных происшествий. Аналогичный период 43. 51 человек у нас пострадал, в аналогичном периоде прошлого года 54. Погибших к радостью нет, в аналогичном периоде прошлого года был один. Что хочется сказать, что сотрудниками госавтоинспекции удалось стабилизировать данную обстановку по дорожно-странственному происшествию с участниками дорожного движения как водителем автобуса. Водительское удостоверение, путевой лист и список пассажиров. Без этих документов выезжать в рейс водители автобусов не имеют права. Мимо зоркого взгляда инспектора не пройдет ни одно нарушение. Например, в этом автобусе сотрудник заподозрил неисправность тахографа. Также сотрудники ГИБДД обращают внимание на соблюдение скоростного режима, правильность проезда перекрестков, пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. Особый контроль за техническим состоянием автобусов. Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что они усилили контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей, их сменности при перевозках на дальние расстояния. Наша цель, конечно же, это предотвратить все эти нарушения административного кодекса. Поэтому всевозможными путями мы постараемся, чтобы как водители, так и должностные лица не допускали нарушения. Трафы варьируются от 300 тысяч до 5000 рублей. За несколько часов рейда полицейские проверили более 30 автобусов, составили 10 административных материалов в отношении водителей-нарушителей. Елена Чернявская, Максим Гусев, События.